здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я хочу вам показать продвижение моих летних проектов так в первую очередь показываю проект который у меня сейчас является основным на который я больше всего трачу времени это мой кардиган он цвет немножко не такой он более такой сиреневый вяжу я его из alize cotton gold я говорила в прошлый раз так но все знают эту пряжу в 100 граммах 330 метров и цвет здесь номер 166 цвет номер 166 что же что же у меня здесь продвинулась так прошлый раз я показывала что я довязала до места который я называю тарией и у меня слишком низко был вот этот ворот v-образный я хотела его сделать до уровня подмышек до уровня подрезов и так и сделай опущен все и я распустила все тело на подрезов и и теперь у меня первые первая петля для пуговки идет вот как раз напротив линии подреза я взял очень маленький потому что думаю может быть мне имею вот здесь она у меня идет что же я сделала так как у меня не хватало петель для для переда мне нужно было еще набрать несколько петель что же я сделала так как я еще шью и мы все наверно знают что у проймы рукава спереди вырез глубже чем на спинке вот это и сделала я сдвинула я сдвинула у линии подреза у меня здесь набрано 15 петель я сдвинула перед немножко на спинку у меня здесь 15 петель я оставила для спинки 6 1 мне идет петля как ложный шов это я ее вижу как английской резинки и 8 петель я оставила на перед так почти что и не видно но на самом деле это так и сейчас у меня сравнялось количество петель переда и спинки напереди даже немножко больше потому что тут еще и идет несколько рядов резинки для обработки и вот и у меня уже связано почти полностью сейчас я думаю какую же все-таки длину мне сделать то есть вот столько я связала это за неделю вот это полностью я бы уже и закончил но думаю сейчас какой сделать какой сделать длину и не могу никак никак в общем сообразить еще раз померю все-таки я один наверное раппорт узора ты вижу и начну уже обработку для обработки я решила сделать несколько петель резиночки на эти сверну держаться не будет всяко думала ночью решила все-таки остановиться на резинке и уже начну вязать рукава рукава я тоже буду мерить тоже буду мерить и решать уже в ходе работы какие мне сделать рукава кстати пряжа очень экономная вот на это изделие у меня ушло всего 200 грамм это получается третий моток отсюда ушло совсем немножко грамм на вето 20 и может быть даже хватит и нураковая если я их сделаю три четверть тот я говорю я еще думаю так что вот с этой работы я продвинулась очень хорошо дальше комбинезон для внученьки связался буквально на несколько сантиметров сантиметров на 5 но я померила в общем знаю уже сколько мне здесь нужно связать и в общем работа тихонько идет хорошо я продвинулась вот с этим процессом это у меня туника я говорила да она связана таким узором ну как павлине хвосты кто-то говорит но чем такой волнистый узор их много разновидностей после в это окне что здесь будет очень хорошо все видно я вяжу специально спицах номер четыре вяжу из пряжи ализе дива я вижу первый раз я знаю что это полностью искусственная пряжа я не очень люблю искусственно на лето на пляж будет очень хорошо тем более и легко стирать и она очень быстро сохнет так и джемпер сыну нисколько я не связала но это не значит что работа не идет я говорила что я застопорилась потому что мне не нравится линия прибавок я говорила что это джемпер я вижу сверху это это у меня будет v-образная горловина вот сейчас совсем не видно да у меня будет v-образная горловина небольшая мужчины не любят когда очень здесь длинно да вот она будет и конь совсем небольшая будут такие плечики реглан и от них уже пойдут рукава и я нашла прекрасный способ прибавок по горловине я этот способ уже видела несколько раз и в инстаграме и вконтакте и вроде бы сохраняла но так и не нашла и тут как раз вышло видео оли сережиной так что кому интересно можете пройти посмотреть линия прибавок по горловине как то так вроде бы называется в общем я посмотрела мне очень это понравилось но это придется все полностью не распустить до первого ряда и потому что впереди при том способе нужно оставлять посередине две центральные петли и резинка уже идет как симметрично в разные стороны вот очень интересный способ прибавления и совсем не видно этих прибавок в общем так и что же и у меня осталось мои недовязы с недовязами тоже я продвинулась очень хорошо раз сейчас времени много то занялась ими вот очень много времени потратила вот на эту тунику свою очень захотелось вязать крючком обычно когда мне хочется вязать крючком я вижу салфеточки они потом уходят и на подарки и так вот такая уже длина здесь уже метр с лишним где-то и сейчас вот у меня осталось от двухсот грамм у меня остался такой моточек небольшой и сейчас я в раздумьях что делать с воротом может вы мне подскажите линии в оригинальном так сказать исполнении Ольги Че в инстаграме я вам говорила у нее прямо так и связано вот какой-то мои кофточки это тоже я вязала несколько лет назад так вот это там связано по прямой и вот эти линии прихвачены так в некоторых местах линии плеча и все но я наверное все таки сделаю вырез сделаю все таки вырез наверно вот в два рапорта в два рапорта наверное провяжу по бокам и получится такой квадратный вырез но потом с помощью обработки я его сделаю покруглее в общем все буду показывать в общем работа над этим тоже идет уже связала довольно таки много правда не знаю удастся ли его надеть этим летом так и следующий мой недовяз это мой зеленый джемпер в котором надо еще много переделывать посмотрите как из-за узора у меня здесь выпирает вот эта часть некрасиво так что придется наверное мне еще обработать ворот я связала один раппорт узора в длину вот уже какая длина еще остался один раппорт уже можно вязать резинку и полностью перевязала один рукав видите тут нить не расправленная ну после этого все будет нормально потому что я вам говорила что здесь рукав какой-то куцей мне не понравилось это семь восьмых где-то короткий рукав такой но все это было из-за того что не хватало пряжа и вот сейчас я его сделала пошире спицы сделала номер четыре нет даже номер пять номер пять у меня тут спицы длила пошире рукав у меня сейчас выглядит пошире получше чем был и сейчас основная проблема в том что ниток осталось всего 50 грамм это коттон мерина я покупала на распродаже здесь 50 процентов шерсти 50 процентов хлопка очень хороший состав и в 100 граммах тут не вижу сколько метров ну в общем кому надо найдете посмотрите в 100 граммах 220 метров очень хорошая пряжа хотя дороговато конечно но на распродаже можно себе взять так что вот пока у меня застопорилась работа тоже я наверное довяжу длину примерно какую мне нужно да и потом буду думать что пустить на рукава и что вот все таки здесь нужно какую-то обработку сделать чтобы вот этого вот этого вот этой выпуклости не было видно посоветуйте если кто что думает посоветуйте я буду очень рада вашим советам ну что же вот такую работу я провела впереди у меня закончить значит у меня самое главное для меня сейчас это закончить вот этот кардиган и после этого я уже полностью займусь джемпером для сына он у меня так пока и стоит а все остальные процессы буду потихоньку продвигать потому что вот это для внученьки еще очень рано только в мае наверное она ее оденет этот кардиганчик и а вот эти два процесса тоже у меня чисто для отдыха для души потому что здесь думать ни о чем не надо знай себе вяжи узоры я уже запомнила эти наизусть знай себе вяжи и отдыхай так что это типа у меня таки для релаксации а с этими процессами конечно еще думать и думать какая длина какой длинный рукав я буду делать и особенно вот с этим зеленым джемпером конечно тоже много еще вопросов какой длинный рукав в общем на сколько хватит пряжи в магазине сейчас когда выберусь я не знаю хотя в мае и июне будут скидки на эту пряжу может быть и смогу купить еще моточек еще моточек мне точно хватит уже на все ну что же вот и все я рассказала вам о своих продвижениях жду ваших советов по кардигану какой мне сделать рукав не знаю что мне сделать с этой кофтой джемпером с этим тоже какой рукав сделать и сомнений у меня насчет вот этой туники какой сделать ворот или по прямой как вот здесь у меня да или все таки вырез сделать квадратный то есть нужно будет два раппорта в длину связать и будет у меня такой вот вырез можно сделать его и спереди и сзади тогда можно будет носить на ту сторону и на эту все на этом я свое видео заканчиваю пишите мне будет очень приятно с вами пообщаться вам желаю также успехов в вашей работе и до новых встреч